ПРАВЯТАННЯЧКА ПРАВЯТАННЯЧКА ГЭТА КРЫНЖТЫ ДНЯ Улады так хочуть, каб беларусы прайшли на референдум, што запаўнили эфір адборным информацийным сметтям. Чым ближай да галасавання, тым крынжу больш. И так адбываецца не першый год, и навад не першая десятигодзя. У гэтым спецвыпуску мы прыгадваем самый лютый выборчы крыатыв ад калгасных идеологаў. Каб падтримаць Еврорады, падпісвайцяся на наш канал у Ютубе, там заужды шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. Вылезай! Я готовы. На Ютуб-каналах беларуских районак пачыли зявляцца частушки. Гэтая карыкатурная реклама референдума разлічаная на самых непераборлівых глядач шоу. Гаварач легализую, скоро прощитуцию. Ура! Ибо нету такого! Небесного Масаму знай, повралки в конституцию. Эй! Гаварач, что будет можно делать революцию. Ура! Небесного Масаму знай, повралки в конституцию. Но тут идеологи видовочно не доглядели. По-перше, экстремистская символика у кадры. По-друге, как худко люди узнимаются на протесты. И по-третье, за кадром протестовцев видовочно сбиваюць. Але ззявляться тут нема чому. У частушках завжды больш правды, чым у словах чиновников. Гигантская конституция з'явилася на сустречі активисток Беларусского союзу жанчин. Вуньяна за спиной Інны Лагун. Сегодня в Мозырском районе очень многолюдно, потому что со всех концов уголков Гомельской области съехались женщины на форум женщин Гомельской области за Беларусь. Гэта некий карга-культ. Жанчины падыходзець до гигантской конституции як до іконы. Фотографуюцца з'ёю. Толькі што не падаюць побач на калені і не моляцца на вокал. А цяпер вернемся ў далекий 2010-й год. Перад выбарами Михея Носорогаў і Максим Сиры записали песню «Саня останіцца с нами». Мама просила останься с нами, папа просила останься с нами, Ребята просили останься с нами, Саня останіцца с нами. Саня останіцца с нами, останіцца с нами. Песню то прибирали з эфиру, то вертали назад, а в 2020-м у ЕЕ, что называется, началось другое життё. Гэты трэк выкарыстовывали навод для катаванню, уключаючи на полный моц у изоляторах. Направду, твор на усе выпадки життя. Днями министру внутренних справ сказал, что протесты у Беларуси сышли на нуль. Гэты ж министр организовал дзяжурство милиции на кожным выборчым участку у Беларуси. При необходности милицыянты обавязываются провести сяброу выборкам до дому, а в Могилёве и Бабруйску будуть сформированы мабильные брыгады со спецназовцов. Да, да, так и робится, калі протесты в Украине скончилися, а сумленье у тых, хто лічыць голосы, чистая. Сябры участковых комиссий отрымали листы с просьбой лічыць голосы сумленно. Ізгадкай про тое, што ў крымінальным кодексе ёсць артыкул на выпадок фальсификации выборов. Усё гэты яны чаму сті прынялі за пагрозы. І вырашылі записаць відео про тое, як яны не бояться. Я ніколи не був безразличен в судьбі білорусів і будущен у нашій країни, до котрої гибли наші деды. У мене активна гражданська оппозиція. І я не відказався стати волонтёром на референдумі, несмотря на угрозы. Ми не бояться. С нікатого часу не стали поступати письма с призывами саботировать предстоящее референдуме. Хочу обратиться к этим людям. В отличие от вас, я живу в своей стране. В стране, которая всегда была, есть і буде моей единственной родиной. В стране, в якому я ніколи не предам і не продам. А ви, став на путь запугивання, шантажа і угроз, ніколи не завоюєте себе авторитет. І тем більше, ніколи не станете честними людьми. Я убеждена, що настоящее білоруси ніколи не пойдут на поводу таких, як ви. І на предстоящем референдумі вони отдадуть свій голос за будущее своей страни. Я хочу обратиться сегодня ко всім честним людям, які присылають мені сьогодні письма с угрозами. У кожного із нас є свої ценності. Для мене це моя семія, моя малая родина, моя республіка Беларусь. Я делаю і сделаю все возможне для того, щоб ми жили в мирі, в єдинстві, в согласі і спокійстві. А якщо це комусь не подобається, це ваша проблема. Я вас не боюся. Добрый день. Я являюсь членом районной комісії по підготовці і проведення референдума. Недавно получив інтересне письмо угрожаючого характеру. С целью моєго неучастия в цій комісії. Хочу сказати, що це їм не удастся. Я родився в Російськовській Союзі, отслужив в Саветській армії, злой баті. Тому таких віщей просто не боюся. Я за мир і спокійстві, а референдуму будь. Гэта був крыншты дня на Єурорадео. Калі памятаєці свае приклады крынжовых запрашэнніў на выбары, кідайці з пасылкі ў коментары. Ну а мы про спарудзён будзім разбірацца з наступной порцій хлусні і прапаганды. Усім міру, разборлівасті і добрых праудзівых навінаў. Дякую за перегляд!